Так, на парад пойду или в этой блузке, или в этой блузочке. После недолгих раздумий выбор Евдокии Аксёновой пал на любимую голубую блузку. Цвет мирного неба будет как нельзя кстати на торжестве по случаю Дня Победы. На парад узница концлагеря ходит каждый год, то с дочерью, то с волонтёрами. И до следующего праздника вспоминает, как это было. Вот это значит, волонтёр, что мне помогает идти. Это на площади Победы. А в прошлом году большой подмогой 81-летней Евдокии Васильевне стал автолюбитель, который примчал её на праздник на чёрной иномарке. Добираться своим ходом женщине не вариант. Ноги болят. Семилетней девочке во время войны изрядно досталась в лагере смерти под Белгородом. Она провела там целый год. У меня вот здесь вот осколок был, вот он, видите, нога ранена. Видите, какие ноги больны. Вот, значит, осколки летели немецкие и советские. И кто меня ранил, и что меня ранил, я же маленький был, не знаю. Виталий Твердохлебов не даёт отдохнуть своей ласточке каждое 9 мая. Ежегодно в этот день преодолевает 80 километров к своей прабабушке в Ивановский район. Нынче встреча состоится вечером. Днём много дел. 9-го, а также 5-го и 8-го Виталий будет водителем у городских ветеранов. Заявку на участие в акции подал первым. Обещает прижать вовремя и скорость не превышать. На самом деле давно уже хотел сделать, просто как-то не попадалось на эту акцию. А тут вроде как увидел, что просто водитель. Думаю, а что мне с этого? Как бы, мне не трудно это сделать. Самое простое, что можно сделать, сесть в машину, довезти ветерана. Всё, время потратить. Ничего сложного. В прошлом году в акции подвези ветерана приняло участие 30 фронтовиков и 19 автолюбителей. Нынче заявки от ветеранов принимают по номеру 33-23-26. Автолюбители могут обратиться в отдел транспортного обслуживания населения и позвонить по номерам 99-18-09, 99-18-10. Юлия Анохина, Михаил Величкин, Денис Лугов. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова